Всем добрый вечер! Итак, хочу сегодня показать корневую систему каждого растения, которое я получила вчера. И скажу сразу, я их продержала уже 2 часа в фитоспорине, еще вчера. Освободила всех абсолютно от их субстрата, для того, чтобы каждое растение попало в чистый субстрат. И что хочу сказать, в этом красавце, конечно же, в амхе я ничего такого не обнаружила. Корневая, конечно, у него суперская, написали даже завидная. Очень здорово, что здесь у нас листик, по-видимому, идет еще один внутри, вот в этой розеточке. На корневую, конечно, можно долго любоваться, у нее рост есть, это хорошо. Хорошо, я оставляю их вот таким образом пока, они у меня подсыхают еще до вечера. И я хорошенько буду травить их от клеща. Травить так же, как все остальные свои растения, вплоть до пазух. Основную часть, конечно же, корневую, очень хорошенько, потому как там все, что угодно может быть. В амхе я ничего не обнаружила. В то же время, где росла котлея, было очень много всяких насекомых. Не только подру, на самом деле, были там, не знаю, длиноножки, многоножки, которые мы всех называем. Ну, их было приличненько, так скажем. Вот здесь корнем, в принципе, ничего. Вот здесь в начале еще нового роста я видела где-то рост. Вот видите, рост корней. То есть, в принципе, он обнадеживает. Этот цветочек, я надеюсь, что придет в себя уже после посадки. В системе с просушкой, я уже говорила, я его держать не буду. Уж слишком он мне дорог. Иди знаю, как он на нее отреагирует. Поэтому, уже говорила много раз, следите за видео. Знайте, когда и почему, по какой причине я оставила в системе с просушкой. А по какой причине я не оставляю и не буду делать такие эксперименты. Ну, эти красотки. Вот так пока находятся. Их я также протравлю хорошенько, потому как здесь даже на деревяшке, кто знает, может что-то жить. Кто-то жить. Вот такая корневая у цимбидиума. Там было очень много растущих корней. Много я, конечно, и наломала, потому как не очень удобно было освобождать его от субстрата. В нем также очень много было всякой живности. Поэтому мне было немножко сложно, чтобы что-то не сломать. Но, в принципе, я бы сказала, что корневая у них отличная. Здесь вот эта желтая бульба, она меня немного смущает. Я не знаю, то ли это старая бульба, то ли это молодая бульба. Пока я ее еще не трогала, пока я еще их не резала. Думаю, может быть, отрезать на самом деле, отделить ее и не мучиться. Не знаю пока. Руки тянутся, на самом деле, потому как я боюсь, чтобы у нее не было какого-нибудь, не знаю, заразки, которая потом передаться на все основное растение. Вот это я уже предполагаю, скорее всего, что результат перелива слишком низко, может быть, было первый раз посажено, потом ее пересадили. И вот таким образом образовалась эта чернота. Не знаю, я еще надрежу, опять же говорю, и проверю. Резкость не хочет ловиться. В общем, есть немножко работы, но работы эта будет, конечно же, проделана завтра. Я решила, что сегодня я их протравлю первый раз инвидором. Инвидор хороший препарат. И, как вы понимаете, здесь навряд ли какие-нибудь будут клещи, потому как я уже повыбрасывала весь субстрат. Поэтому где-то там в пазухах, даже если они есть и сохранились, они 100% будут погибнут от той обработки, которую я сегодня проведу. Ну и, конечно же, когда я буду их садить, а я их пересажу, скорее всего, завтра-послезавтра, я потом еще раз, через 5 дней проведу обработку еще одним препаратом, который у меня есть от клещей. И думаю, на этом будет все, потому как они у меня, в принципе, я считаю, здоровые пришли. И это чисто в профилактических целях. И также, кстати, меня смущает вот эта вот ржавчина. Я не понимаю, что это. Вот она с обеих сторон, как будто заклеился листик, и его потом расклеили. Может, водичка попала, не знаю. Может, кто-нибудь знает, подскажет, что это передастся этой или не передастся на другие цветы. Вот это меня немножко смущает. Если есть идеи, девчонки, пишите, пожалуйста, буду очень благодарна. Ну и, говорю еще раз, после пересадки этих красоток я их снова протравлю. И верну, конечно же, каждое на свое место. Вот они у меня стоят, часть здесь, в большой комнате, где у меня все остальные, основная коррекция. Цимвидио у меня будет на северном окне. И, скорее всего, даже ванду и паф я также перенесу на северное окно. Котлейку, конечно, здесь оставлю. К теплу немножко ближе. Ну, а летом уже будет видно, кто знает, какие перестановки и рокировочки мы еще сделаем. Так что, вот такой вот небольшой еще раз обзорчик по корням. И объяснение, почему все-таки я обрабатываю свои растения. Это профилактика. И также, потому как три месяца назад была последняя обработка от клеща в теплице. Всегда спрашивайте продавцов, когда в последний раз они что-то делали с растением. Я уже, как говорится, научена опытом, поэтому стараюсь теперь интересоваться всеми нюансами, какими можно о растениях. Большое всем спасибо за просмотр. Такой коротенький ракурс. Всем удачи. Буду обязательно показывать вам, как я посажу эти растения. И что я буду с ними делать дальше. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok